Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Находимся с мужем на грани развода, вместе 4 года, в браке 3 года, ребенку 1,5 года. У мужа приближается 33-летие, на фоне праздного его дня рождения случился конфликт. У меня совсем нет подруг вообще, я никуда не хожу, у мужа есть один друг, вернее был друг, сейчас приятель. Но его друг в начале отношений не понравился, совсем неприятный для меня человек, и всем иметь дружить у нас не вышло. Муж, естественно, стал общаться с ним реже, почти перестал. Вдруг мужа уже нашел себе другую семейную компанию и прекрасно себя чувствует. Муж об этом знает и, судя по всему, отчасти ревнуют. Мне муж высказал, что он выбрал меня, а не друга, и теперь ему грустно, что ему 33 года, а у него нет хороших близких друзей. Мне стало очень обидно, что он обвиняет меня в любое ссоре, он высказывает, что я никуда не хожу, я раз в год хожу на день рождения. На что я отвечаю, я тоже не хочу, и что? Это твои проблемы, если у тебя нет подруг. Это, я так понимаю, ответ вам. Ходила бы, и я бы чаще ходил, но что я всегда срываюсь, мне становится ужасно обидно, что мне тут сможем хорошо жизнь меня устраивать, а ему надо друзей. На этот день рождения он хочет позвать этого друга и компанию приятелей из его родного города, и я их сигнал, и ему хочется закатить вечеринку с наркотиками. Муж просил наркоман. Когда начали встречаться, я узнал, а поставил ультиматум, он бросил, теперь говорит, я хочу веселье. Я предложил ему просто собрать ту же компанию, но в ресторане и без того, что он хочет, так как со семейными детьми, правда, тоже все до этого употребляли. На что получил ответ, я не обязан, я не обязан отмечать так, как ты хочешь. Ну и плюс эти высказывания про то, что я заволнированно, виновата, что хорошей компании у него нет, а те друзья уже почти все чужие люди. Меня как отрезало после этих слов. После родины ребенка у меня в принципе очень испортилось отношение, взаимные претензии тянут вниз. Я вижу, что мужу я не близка, как человек, мои взгляды на жизнь, он ведет себя со мной, будто я чужая. Да, по бытовым вопросам он делает все, работает, обеспечивает на семью не только финансы. Я предложил ему развестись, раз я корень его проблем. Он пока отказывается, но не особо реально. Я не могу сейчас подать на развод, у меня закончились выплаты декретных. Выходить на работу я одна из ребенка в сад, пока что нет возможности. Коллеги ждут меня ближе к 22 году. Как сейчас, взаимодействовать с мужем, каждому жить в своей жизни, это очень тяжело при заметном быте. Но я понимаю, что любви у нас друг к другу нет. Мы живем сейчас только ради дочери и из-за вынужденной невозможности работать. Из-за моей вынужденной невозможности работать. Ну, пожалуй, действительно, здесь имеет место быть контроль ваше... В основе которого, по-видимому, лежат страхи. То есть тут нужно вот, на мой взгляд, с этой позиции смотреть на ситуацию, да, с позиции страхов, с позиции контроля. Смотреть нужно в целом на развитие ваших отношений, потому что если отношения испортились, как вы говорите, то... Ну, как бы здесь, ну, равно ответственность, то есть это ответственность и ваша, это ответственность и вашего мужа, но... Поскольку обратились к нам вы, то необходимо вам со своей ответственностью, в первую очередь, поработать. Вот, если видеть, какой вклад вы, значит, внесли в то, что отношения испортились и, пожалуй, посмотреть, проработать вопрос... Вопрос вашего контроля, вот, потому что, ну, как-то совершенно очевидно, что здесь вы ситуацию контролируете, да, и воспринимаете как угрозу, вот, все, что способно нарушить ваш привычный уклад жизни, вот. Это, в общем-то, создает определенное напряжение в отношениях и не позволяет людям быть как-то вот самим собой, да. Неплохо было бы раскрыть контекст ваших отношений, да, то есть, что между вами общего нужно, осталось ли еще что-то общее или нет, да. Дальше поработать с чувством вины, потому что чувство вины, ну, мешает человеку, опять же, быть свободным, и чувство вины является таким привычным способом реагирования на манипуляцию. То есть, когда, ну, как правило, неосознанно вам ее манипулируют, да, то вы, соответственно, реагируете на это чувством вины. Вот, то есть, вы реагируете на это чувством вины. Вот, злитесь, избегаете этого чувства вины, и в итоге, в общем-то, срываетесь, как вы говорите, да, то вам становится обидно. Вместе с тем, обида – это определенные ожидания, это определенное перекладывание ответственности на другого человека за то, что вам хочется. Вот, это определенное непринятие реальности, непринятие, ну, вот, непринятие реального положения вещей и того, какой по факту человек, да. Вот, я бы, наверное, отметил бы еще аспект личной границы между вами и вашим мужем. То есть, это вопрос не в том, как именно взаимодействовать вам, а это вопрос именно личной границы. То есть, где моя ответственность, где твоя, где, как бы, я, где ты, где ты, где ты, вот, чего я хочу, да, для тебя, чего я не хочу для тебя. Дальше, это вопрос личного пространства, то есть, где ваше личное пространство, где личное пространство вашего мужа. Потому что сейчас эти все вещи довольно-таки размыты, получается, и, в общем-то, они как будто бы слились, да, они как будто бы слились. Дальше, ну, совершенно очевидно, что раз вы выбрали в качестве своего мужа человека с таким, можно сказать, специфическим, в какой-то степени. В прошлом то, я полагаю, что вы достаточно четко видели его ценность для себя. И задача, как мне, заключается в том, чтобы вспомнить и увидеть эту ценность снова. Если, конечно, номер еще актуально. Потому что такое ощущение, что ценности вашего мужа для вас, как будто бы, ну, вот, знаете, снизилась, может быть, вот, как будто бы, или как будто бы вы перестали ее замещать, это, ну, не есть, на мой взгляд, хорошо, вот, это довольно-таки тревожный. Факт. Вот. Дальше, обратите внимание, вы пишете, что вместе вы 4 года в браке 3 года, ребенку 1,5 года, это для вас имеет какое-то значение вот эти цифры. Вот. Дальше. То, что у вас нет подруг вообще и вы никуда не ходите, а как вы к этому относитесь? То есть, ну, вот, комфортно вам или нет? Чем конкретно вам не понравился друг? Вы говорите, что он неприятный человек, но почему обязательно нужно дружить с семьями? Такое ощущение, что вы пытаетесь как будто бы слиться здесь со своим мужем. Вот. Дальше. Муж об этом знает, судя по всему, ревнует. А как вы относитесь к тому, что он ревнует? Муж мне высказал, что выбрал меня, а не другую. Как вы это восприняли? Вот. Теперь ему грустно, что ему 33 года, у меня нет хороших близ друзей. Мне стало очень обидно, что он обвиняет меня. Вот. С обидой здесь нужно поработать. То есть, как вас это задевает? Чем? Да. При любой ссоре он высказывает, я никуда не хожу. Я раз в год хожу на день на день. Ну, смотрите. Ссоры это, в общем-то, такая психологическая игра. Она заменяет, в общем, как правило, определенную эмоциональную близость и является следствием страха близости. Эмоционально и физически. Поэтому здесь я бы рекомендовал вам осуществить психологическую игру «Скандал», она так и называется, и, соответственно, посмотреть на то, какие механизмы лежат в его основе и дальше уже в этом смысле разбираться. Вот. Ссоры. А вы вносите, вы вносите 50% от своей ответственности. Вот. Дальше вы пишете на что я всегда срываюсь, и мне становится ужасно обидно, что мне это смотрим хорошо, и жизнь меня оставит, а ему надо друзей. С чем это связано? Что вас это как-то задевает, что ему нужна, ему нужна не только вы. Да? На этом родине, так, он хочет, значит, позвать компанию приятелей. Вы пишите в скобочках, я их сигнал, какое это значение для вас имеет. Так, значит, я предложил ему просто выбрать ту же компанию, но в ресторане без того, что он хочет. А с чем связано это было предложение? Из какого числа вы предложите? Вот. Значит, он сказал, что не обязан отмечать, это, кстати, правда, плюс эти высказывания про то, что завалировано, я виноват, меня как отрезало после этих слов. Что вы имеете в виду, как отрезало? После рождения ребенка у нас, в принципе, очень используется отношение, что это значит. Давайте об этом тоже поговорим. Взаимные претензии и тяну снизу. Какие претензии у вас? Я вижу, что мужчине близка, как человек, мы взяли на жизнь. Как вы это понимаете, и что для вас это значит? Очень важный момент. Значит, он ведет себя как будто и ожидая. Я предложил ему развестись, как раз в какой-то уровне его проблем. Но такое ощущение, что вы здесь убегаете. То есть вы предложили ему развестись, да? Из какого числа? Вы говорите, он пока отказывается, но не особо реально. То есть как будто бы вы ожидали, что он будет отказываться более реально. Не могу сейчас подать на развод, у меня закончились выплаты декретных. Вы идите на работу и отдаду ребенку в сад, пока нет возможности. То есть, иными словами, да, вы, значит, на развод подать не можете, но развестись предложили. Как так? Такое ощущение, да, что вы вот всеми силами пытаетесь здесь избавиться от чувства вины. Я полагаю, что чувство вины, в основе которого, вероятно, лежит ощущение своей неполноценности, является центральным вашим конфликтом. Вот, как сейчас взаимодействуете с мужем? Ну, сначала нужно разобраться в себе, где что и чем вы взаимодействуете с мужем, да? То есть для того, чтобы сформировать свою позицию, нужна основа. А основы вот этой как-то здесь у вас и нет. Вот, есть рэкетные чувства, довольно большое количество есть рэкетных чувств у вас, но сложно с ними взаимодействовать с мужем. Вот. Вот такая вот история. Ну и в целом у вас в какой-то степени жертвенная позиция, да, то есть, ну вот, позиция жертвы. Тоже и поисследуйте это в интернете. В интернете информация есть и, соответственно, уже решите для себя, в каком направлении вы хотите работать. Считает ли муж проблемами? Проблемы, которые вы описали, можно, в принципе, провести парную семейную консультацию, семейную терапию, чтобы научить вас общаться. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Обращайтесь. Продолжение следует.